У многодетной семьи Воробьёвых из посёлка Пай Прионежского района гостит министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов. Приехал он не с пустыми руками. В качестве подарка привёз поросёнка, петуха и кур. Супруги как раз собираются открыть небольшой бизнес. В сельской местности в отдалении проживает семья с хорошими детишками. И дать им возможность не просто получить такую разовую поддержку, а через эту форму поддержки и синицировать их, сподвинуть их на в дальнейшем, может быть, заняться фермерством, было бы правильно. Началась эта счастливая история на прошлой неделе, когда в Прионежском районе с рабочим визитом находился глава республики. Галина говорит, она оказалась в нужное время в нужном месте. Отводила семилетнего сына Максима в лагерь при поселковой школе. Тогда и удалось поговорить с Артуром Парфенчиковым, рассказать, что её семья мечтает о небольшом хозяйстве. Муж Галины Дмитрий работает в такси. Сама она пока дома с младшей дочкой Ариной. Средний сын в этом году пойдёт в школу. Старшему Саше скоро 14. Своё хозяйство – это не только возможность прокормить семью, но и открыть свой бизнес. Впрочем, по закону подобную помощь могут получить и другие многодетные семьи, проживающие в сельской местности. Министерство соцзащиты оказывает содействие в приобретении молочного скота. Семье Воробьёвых повезло чуть больше. Глава республики подарил ещё и кур. Вы, надеюсь, вот это всё используете для развития? Да. А через какое-то время у вас всё приумножится. Всего вам доброго. Да, спасибо большое. Ухаживайте, не обижайте. Развивайтесь. Всего доброго. Мы выполнили поручение главы. Если честно, сомневались. Потому что мы уже привыкли, что нам депутаты наши всё обещают. Но как-то так всё на самотёк спускается. Вот. Поэтому сомневались. Ну а сегодня, когда позвонили, да, уже обрадовались, что вот нам везут. Что уже вот, наверное, на этом, на начальном этапе будем дальше развиваться. Теперь Галина надеется, что и дорогу в посёлке заасфальтируют, и освещение на их улице установят. Жить, говорит, стало веселее. Дети не отходят от поросёнка. Называют его Черчилль. Юлия Степанова, Александр Борисов, Сампо-ТВ. Посёлок Пай, Прионежский район.